Всем привет! С вами Магомедов Сергей и очередной же недельный обзор рынка от компании Life Investing Group. Индекс московской биржи продолжает постепенно отыгрывать свое падение. Так нам осталось всего каких-то 600 пунктов и мы вернемся на конец февраля. Индекс РТС делает то же самое, в смысле тоже отыгрывает падение и нашему долларовому индексу также осталось подрасти примерно на 600 пунктов, чтобы отыграть свое падение полностью. Доллар на прошлой неделе немного подешевел. Фьючерс на пару доллар-рубль спустился с максимума в 81 800 рублей до 77 301 рубля. Нефть немного подросла и закрылась в минувшую пятницу по 35 долларов 34 цента. Далее события в корпоративном секторе. В понедельник пройдет закрытие реестры дивидендов у Киви. Книгов банк проведет день стратегии. Во вторник мы сможем увидеть отчеты Сбербанка, АФК-системы и группы Эталон. Закрытие реестры дивидендов пройдет у группы Черкизова, а Нарникель в этот день выплатит дивиденды за 2019 год. Также в этот день пройдет закрытие реестры для участия в ГОСА у группы ЛСР. В среду у Тинькофф банк намечен второй день стратегии. В четверг состоится годовое общее собрание акционеров у Нижнекамска в Тихим. В пятницу Алрос объявит продажи за март. Группа Черкизова публикует операционные результаты за первый квартал и пройдет закрытие реестры дивидендов у АКРО. Далее взглянем на графики нескольких бумаг. Цена акции НКНХ. На прошлой неделе пыталась пробить нисходящую линию тренда и цена закрылась как раз в районе пробития. Максимум составил 106 рублей, минимум 88 рублей 25 копеек. У Сбербанка после падения вырисовывается графическая фигура, похожая на треугольник. Трудно сказать, будет ли какое-то сопротивление при пробитии одной сторон треугольника, однако кого-то наверняка вынесет. А вот у АФК-системы также вырисовывается треугольник, однако в данном случае основанием треугольника стал максимум прошлой недели – 13 рублей 51 копейка. Теперь перейдем к событиям, которые нас ждут в мире экономики на этой неделе. Во вторник мы узнаем число открытых лакансий на рынке труда. В среду объявят запасы сырой нефти и Федрезерв опубликуют свой протокол. В четверг пройдет публикация протокола заседания ДЦБ по монетарной политике и опубликуют число первичных заявок на получение пособий по безработице, а также индекс цен производителей. В пятницу в США отмечают страстную пятницу, поэтому из новостей у нас только базовый индекс потребительских цен. В заключении топа за прошедшую неделю и вначале хотелось бы напомнить, что компания Life Investing Group теперь является официальным партнером IT Capital. В рамках этого события мы рады представить вам открытие нового учебного класса. Также наша компания рада предложить вам возможность открытия брокерских счетов и различные инвестиционные продукты от нашего партнера. Кроме этого в настоящее время идет набор на курс Life Investment Brokerage. Подробности вы сможете найти на официальной странице ВКонтакте. Далее перехожу к нашим топам. На площадке акций первое место 132447 рублей. Второе место 59622 рубля. И третье место 43017 рублей. Далее площадка фьючерсов. Первое место 173705 рублей. Второе место 89568 рублей. И третье место 60350 рублей. Напоминаю, что ежедневно вы можете присутствовать на открытых мастер-классах, которые проводятся на нашем канале в YouTube, а также участвовать в прямых трансляциях в группе Discord. Актуальное расписание трансляции и мастер-классов вы всегда сможете найти на наших страницах в социальных сетях. Все ссылки вы найдете в описании. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на нас в Instagram, в группе ВКонтакте и на канале YouTube. Всем пока.